Дагестанцы направили очередную гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Одежда, продукты и предметы первой необходимости. Всего около 30 тонн. Интеллектуальная битва. Более 200 школьников и студентов Махачкалы приняли участие в познавательной игре. Подробнее через минуту. Возраст – это всего лишь цифры. Дагестанские самбисты – ветераны продолжают покорять планету. На чемпионате мира в Таджикистане завоевано три медали. На тренировки чемпионов побывали наши корреспонденты. Разрушенные медресе, печальные последствия пожара в селе Уриб Шамильского района. Огонь был потушен местными жителями до прихода пожарных. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Однако полностью сгорела крыша и большая часть учебного заведения. На данный момент занятия приостановлены. Одним из первых на помощь откликнулись сотрудники благотворительного фонда «Инсан». Они осмотрели разрушенное здание и объявили срочный сбор средств для его восстановления. Необходимая сумма – один миллион рублей. Вчера произошел пожар. Аль-хамдул-ля, никто из детей из Муалима не пострадал, так как это время было внеурочное время. Но, как мы видим, огромный ущерб нанесен этому зданию. Хотелось бы, чтобы мы все сегодня поддержали благотворительный фонд «Инсан», сбор, который он объявляет. И как можно за короткое время, чтобы мы, иншалла, постарались довести полностью это здание до того состояния, в котором дети смогут в дальнейшем тоже получать религиозные и исламские знания. В Дагестан с рабочей поездкой прибыла делегация Совета Федерации и Федерального собрания. Они осмотрели ход строительства мусоросортировочного комплекса, который возводится в Кумтор-Калинском районе и планирует перерабатывать до 500 тонн отходов в год. По словам специалистов, объект здесь готов на половину его. Строительство планируют завершить до конца следующего года. Здесь происходит кортировка, отбор вторички и РД-фли. В режиме реального времени можем наблюдать процесс функционирования? Камера стоит, но мы не для того, чтобы транслировать ее куда-то. Мы контролируем. А если мы эту камеру будем тоже смотреть, как мы вас будем контролировать? Мы даем 25-й год. У нас тоже возникает обязательство перед Минфиновым, федеральным институтом, на поле служит, ближе всего перед председателем Совета Федерации. Говорит о том, что Дагестану, который 83 миллиарда... Более 8,3 миллиарда. 50-х миллиарда, миллиарда. Чтобы мы сказали, что мы действительно дали, на год сдвинули и объект запущен. Не вы только, как говорите, там... Я думаю, что мы с Концидентом этот вопрос ввезем, если не входит. Делегация также осмотрела полигон для захоронения отходов в Кумтеркалинском районе. По словам руководителя проекта, он почти готов. И его мощность составляет 300 тысяч тонн в год. На полигоне планируют хоронить мусор, непригодный для переработки. Мы задавались вопросом, почему полигон не около МСК. Это объект, который будет привлекать птиц. 15-ти километровую зону вокруг аэропорта запрещено. То есть, МСК близко к аэропорту, полигон дальше, поэтому здесь уже ограничения этих нет. Совершенно точно. Однако, населённый пункт Новая Урода расположен на расстоянии менее 1 километра от мусорного полигона в Кумтеркалинском районе. И её жители, которых около тысячи человек, неоднократно выходили на акцию протеста, опасаясь вреда для их жизни от полигона. Но их заверили, что вреда от него не будет. В Махачкале прошла захватывающая интеллектуальная битва. В ней приняли участие более 200 школьников и студентов столицы. Это событие стало праздником для тех, кто хотел продемонстрировать свои интеллектуальные способности и ораторские навыки. Каждый выступающий с большим волнением, но искренним желанием быть услышанным, рассказывал о себе. Шамиль Нурмагомедов пришёл на игру для того, чтобы продемонстрировать свои ораторские навыки. Он делится тем, что получил ценный опыт, который поможет ему в дальнейшем развиваться и достигать новых вершин. Мероприятие идёт уже в полном темпе, он очень энергично, весело и здесь не соскучишься. Начало уже очень подушное, и смотря на начало, мне просто интересно, что будет дальше, что будет дальше, но как бы не знаешь. Организатором мероприятия выступила администрация Махачкалы и общественная организация «Лидеры будущего». Главная цель – дать каждому участнику шанс проявить свои таланты и возможности. Мероприятия проходят на высшем уровне, за что благодарны всем ректорам, вузам, которые есть, предлогам, преподавателям и в целом ректорам. Я отраден, что молодёжь нашим интересна на это мероприятие, довольна на эмоциях. Также у нас в дальнейшем планируются мероприятия разного рода, структурные, спортивные, культурные, и будем реализовывать в разном формате. И надеемся, что также будем радовать наших школьников, студентов и в целом всех. Эта площадка стала также важным шагом в разрушении стереотипов о Дагестане. Марафон показал, что здесь спортсмены не только выдающиеся атлеты, но и люди с глубокими познаниями. Мы сегодня хотим показать, что дагестанцы, ребята, девчата, они интеллектуально очень подкованы. И у нас, в первую очередь, интеллект, на втором месте спорт. И сегодня здесь, на этой площадке, слились три команды, две команды из школьников, третья команда из студентов. Для взаимодействия, для того, чтобы они общались между собой, чтобы студенты стали своего рода наставниками, школьникам, для взаимодействия. И, конечно, для укрепления чувства патриотизма, для того, чтобы они здесь могли отдохнуть, хорошо провести время. И я думаю, это, в принципе, удаётся. Сегодня, по приглашению наших друзей, пришли такое грандиозное, такое красивое мероприятие, так называемая битва интеллектом. Здесь участвуют так и школьники, так и представители университетов. Очень удивлён, очень приятно видеть такую организацию сейчас. Наша молодёжь, это наше будущее, будущая республика и нашего города. На игре участники смогли не только показать свои таланты, но и познакомиться с единомышленниками. Отметим, что в будущем на регулярной основе планируется проводить подобные мероприятия. Мухтар Курахмаев, Зухра Амарова, Шамиль Хирисулаев. Новости ННП. Махачкала. Порядка 30 тонн гуманитарного груза доставят жителям Донецкой и Луганской народных республик. Благотворительный фонд «Инсан» собрал одежду, предметы первой необходимости, продовольствия и даже деликатесы. Всё это было собрано благодаря помощи неравнодушных дагестанцев. Наверное, все видели наши сборы, которые мы объявляли в нашем приложении. И плюс ещё нам помогали жители городов, которые приносили какую-то тоже свою помощь в виде продуктов питания. Также мы обращение делали к организациям, которые тоже подключились и нам предоставляли одежду новую. Это сети магазинов одежды, продуктовые магазины. То есть, вот таким вот, как говорится, общими усилиями с разных сторон жителей Дагестана, с помощью жителей Дагестана была организована эта гуманитарная помощь. Груз на двух фурах рано утром уже отправился на новые российские территории. Отметим, что к отправке присоединились и другие благотворительные фонды Северного Кавказа. Красную карточку можно оспорить после игры. Об этом и многом другом говорил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорианц на встрече с футбольной общественностью Дагестана. Он подробно рассказал тренерам и судьям о нормах, применяемых при рассмотрении нарушений. Эксперт поделился опытом решения различных спорных ситуаций, возникающих во время соревнований. Одна из его рекомендаций – не пренебрегать правилам отмены красной карточки и писать заявление, если, по мнению клуба, она была показана незаслуженно. В течение суток, двух суток, мы там ставим срок, в течение которого нам необходимо получить заключение, экспертно-судейская комиссия, ну вы знаете, что они работают по видеоконферент-связи, им не обязательно собираться, они просто смотрят и выносят решение, и к нам поступает заключение. В заключении может быть написано, либо судья правильно удалил игрока, либо неправильно. Если мы получаем заключение о том, что футболист удален неправильно, мы, КДК, отменяем красную карточку. Это входит в особую юридикцию контрольно-дисциплинарного комитета. Встреча была организованной Федерацией футбола Дагестана. Основная цель – разъяснить актуальные вопросы дисциплинарного регламента РФС. Спорт – это жизнь. Пока для некоторых это лишь банальная фраза из популярных цитатников, для наших мастеров – самое, что ни на есть правда. Дагестанские самбисты-ветераны продолжают покорять планету. На чемпионате мира в Душамбе они завоевали золото и две бронзы. Проход в ноги и амплитудный бросок на 4 балла. Так 58-летний Абдурашид Багавдинов добился своей второй победы на мировом форуме. Причем за неделю до поездки в Таджикистан спортсмен «Универсал» выиграл аналогичные соревнования по греко-римской борьбе. Три спадки сделал. Так, соперники были неплохие. Все мастера татами, мастера самбо. Поэтому, конечно, я сам не самбист, конечно, я вольник. Поэтому приходилось разные там методы борьбы, приемы. Есть свои хитрости, поэтому, иншаллах, благодаря Аллаху выиграл. С детства я вырос в горах, в селении Агвалицын, в районе района. Там, можно сказать, была уличная борьба каждый день. Поэтому все равно в них я не участвовал, никаких нигде не боролся. Я только 53 вышел на ковер. Было 122 килограмма. Убрал до 97 и пошло, пошло. Больше полвека в самбовке. Предприниматели, полковник в отставке и риэлтор. У каждого из этих героев своя история, но их объединяет одно – огромная любовь к спорту. Говорят, тренировки – это хобби, которое продлевает годы и дает силы. Спорт для меня, это как жизнь, это как неразделимая она. Спорт для меня, это уже когда ты борешься, как говорится, с 5-летнего возраста. Уже сейчас мне 66 год, и поэтому я только в этой куртке уже 46 лет не снимаю. И вот сейчас мы приехали в чемпионат мира, буквально 10 дней не прошло, уже тянет на ковер. Рамазану Суракатову 66. Уроженец грузинского села Тиви активно выступал в юности. Потом забросил и занялся семьей. В зал вернулся спустя много лет. Появилось больше времени для тренировок. Благо, база борьбы в куртке есть. А двери спорткомплекса «Спартак» для ветеранов-любителей открыты всегда. Тренируемся, это, считаешь, себя не жалеем. Ну, как полный газ, потому что ты знаешь, какие противники там тебя ждут. Еще заслуживают. Там не только, скажем, приходится с соперниками бороться, а нам приходится еще с судьям бороться. Это не первый, не последний раз. Иншаллах. Когда ты ходишь, чувствуешь себе свой возраст, это уже хорошо. Я так считаю. Врачи тебе не нужны. Какие-то проблемы у тебя никогда не... Если что-то поломается, у меня часто бывают поломки. Но я его, знаете, не чувствую. Перехожу. Ну, выношу на себя, и врачей не нужен. Успехи старших ставят в пример действующим спортсменам. Здесь у мастеров уже сформировалась своя группа. С каждым годом команда пополняется новыми самбистами и дзюдоистами, желающими вернуться в родное дело и реализовать свой потенциал. Спорт, он мотивирует меня достигать новых успехов, новых высот и в своей работе тоже, и в жизни. И это для меня такая отдушина, можно сказать. Это для меня очень сильная, серьезная мотивация. И когда я занимаюсь спортом, я и в других отраслях показываю хороший результат и добиваюсь высот. Поэтому я занимаюсь спортом. Побеждать никогда не поздно. Мастера ковра доказывают эти слова своим ярким примером. Все они после небольшого отдыха продолжат бороться и в новом сезоне. Ведь для них возраст – это всего лишь цифры. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.